Всем привет! С вами Василиса и Денис Доропей, горная секция МФТ. И сегодня урок слэклайна. Урок слэклайна для начинающих. И начнем мы урок с выбора места. Идеальным местом для тренировки новичков будет ровная площадка с мягкой поверхностью, песок или трава с небольшим расстоянием между опорами от 4 до 8 метров. Вот такая площадка, опора номер 1 и слева опора номер 2. Расстояние между ними около 5 метров. И это как раз именно то, что нам нужно. Обязательно обследуйте площадку на предмет не только каких-то неровностей, корней, камней, на которые можно свалиться, но еще и собачьих какашечек. Они могут испортить радость от занятия слэклайном не меньше, чем какие-то твердые предметы. Начинаем мы установку с развешивания защиты деревьев. Защита! Ты где? Для первых занятий слэклайн мы вешаем не просто низко, а очень низко. Выбираем высоту где-то сантиметров 40, может быть 50, не более того. Ну а если позволяет площадка и рельеф и натяжка, то можно и еще ниже. Хочу обратить внимание, что когда вешаете лебедку или крепите слэклайн, желательно вот с одной стороны сложить его вот так вот поперек вдвое. Тогда у вас стропа будет выходить в горизонтальном направлении. Максимально дотягиваем руками, насколько это возможно. И дальше натягиваем уже. Сейчас Василиса натянем немножко. Василиса уже стремится походить как можно быстрее. Теперь немножко о выборе обуви. Первые свои шаги я совершал босиком по слэклайну. И это не самая плохая идея. Тогда мне казалось, что босиком ходить проще. Реально, если у вас вдруг не получается в обуви, снимите ее и попробуйте босиком. Ну если площадка позволяет. Если она ровная, без колючек, без камушков и так далее. Если босиком выходить не хотите, то выбирайте обувь с плоской подошвой. С максимально плоской. Не должно быть каблука. Вот вообще никакого. Рельеф подошвы должен быть минимальным. Обязательно перед хождением сделайте разминочку. Разомните хорошенько ноги, особенно область голеностопа и колени. Можно со скакалкой, а можно и без. Попытайтесь запомнить несколько самых важных советов. Совет номер один. Смотрите не под ноги. Смотрите всегда на дальнюю опору. Всегда на дальнюю опору. Всегда на дальнюю опору. Руки держите всегда высоко и широко, словно летящая птица. Только так. Широко и высоко. Можете поднять даже выше, но ни в коем случае у пояса, ни спереди, никак. Только высоко и широко. Ноги ставьте параллельно стропе. Строго параллельно стропе. Теперь пытаемся встать на стропу и постоять на ней как можно дольше. Опорную ногу ставим параллельно. Смотрим вперед на дальнюю опору. Руки как можно выше. Дальше левую ногу как можно ближе к стропе. И плавно поднявшись на носок левой ноги, без рывка, без прыжка пытаемся подняться. Итак, задача устоять как можно больше секунд. Попробуйте сделать то же самое, только другой ногой. Левой ногой встаете. Правую на носок. Смотрите далеко на опору. Поднимаете. Если вам вдруг ребенок рвет волосы или уши, вы все это терпите и продолжаете тренировку. Ус, ты что? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай. Нельзя папу насиловать. Ай. Ай, папе больно. Так, что делать со второй ногой, которая была на земле? Если у вас получается, попытайтесь ее приставить сзади. Если не выходит, то оставляйте ее в воздухе для баланса. Еще один важный момент. Не пытайтесь сразу бежать по стропе. Не пытайтесь запрыгнуть и делать несколько шагов. Нет. Вот это упражнение именно на плавный, спокойный подъем. Подведем итоги. Для первых занятий. С лаклаем вешайте на высоте 40-50 сантиметров. Расстояние между опорами выбирайте от 4 до 8 метров. Используйте обувь с плоской подошвой. При хождении всегда смотрите вперед на дальнюю опору. Руки держите высоко, а колени слегка согнуты. С вами был Денис Доробей. Горная секция ФТИ. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok